Я так обожаю долбаные вечеринки, что сейчас вам расскажу. Маленький нюанс. Маленький нюанс в чем заключается? Маленький нюанс заключается... И вы мне говорите, что я не верю в нашу возможность что-то работать с интернетом на качественно другом уровне. Да никаких проблем. Вообще никаких проблем. То есть мы-то это делать умеем, а вы не знали. И не только 1С была у нас крутая. Хотя по сути событий 1С это была главная игра, в которой вам надо было Малгису включать. Но здесь маленький другой нюанс. Когда мы включаем мир танков, по нам проезжает полностью мездосхватерская обломастость. То бишь сейчас маленький нюанс, маленький нюанс. Вот этот танк у меня, у него уже 2 миллиона 41 тысячи. Да, это 2 миллиона 41 тысяча. Ну практически 2 миллиона 42 тысячи. То есть я там на нем... Ну настоящая крутизна, да? Другой танк из той же оперы пока еще мы не сделали этого. Ну из той же оперы, да? То есть где там все пятерки. Да! 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 Вот сейчас покажу, покажу. Сейчас, сейчас, сейчас до него докатимся. Вот он, то же самое. 53 процента. И там 53, и тут 53 процента. Только маленький нюанс возникает. Когда мне необходимы денежки. Ну не денежки. Смысл в чем заключается? Они немножко тупанули, да? Сама структура. То есть они поняли, что когда они перестали выплачивать дополнительные денежки, народ просто сказал, да идите у ки***. Может быть это правильное решение. Но в связи с тем, что вы же должны каким-то образом привлекать, они воткнули в дивность. То бишь, как бы вам сказать. Я-то с интернет-ресурсами знаком еще тогда, когда этого говна не было. Когда вы даже вот чмошники, которые это все это дело ухом издали. Которые купили весь этот материал у белорусов. То есть вы еще чмошниками были. Потому что вы на Синклер ничего не играли. Синклер тогда еще была умная структура. И в принципе в 1С было из той же оперы. То есть чем дальше, чем веселее, тем сложнее. А в данном случае к сложности добавляются некоторые примочки. То бишь, если я работаю в 53%, да? Если я работаю в 53% на одном танке. И если я работаю... Сейчас раскрутим дальше куда? Что-то, вернувшись на круги, своя. Сейчас докатимся, докатимся, докатимся. Ой, мы докатимся! О! И тут тоже 53%. То есть в принципе, ну допустим мы будем говорить о чем? То есть мне остался один бой. Ну ради прикола, да? А для того, чтобы это дело не получилось, она внедряет свой дополнительный мега-функ... Мега-функции. Вот примите. Это называется мега-функции. Мега-бред. Мега-тупизна. Мега-ублюдистость. Мега-чмошность. Мега-говнюшность. Да, 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 да. В чем она заключается? В том, что, ну, к тому, что у меня в принципе все должно быть круто в действительности. Я так больше не буду говорить, потому что это не для Господя Бога, естественно. То есть оно вам заставляет вас не попадать. То есть вы стреляете и не попадаете, не попадаете. Хотя у вас все в принципе хорошо и красиво, вы должны попадать. Потому что вы четко прицелились и не попадаете. То есть пули вот так разлетаются. А товарищи, которые в вас стреляют, у них бзяка. То есть даже если бзяка, которая включается в вас, в нее уже вложена необходимость, поточнее это, в вас попадать. И какая-то чмошность, которая в принципе является говном конченым. То есть это в принципе, ну, это даже называется это, сейчас скажу, что это такое. Это робот, обыкновенный робот. Ну, две точки, это значит робот. И вот когда вы с ним стреляете, то есть вы не попадаете, а он у вас попадает. То есть вы четко прицелились, а он у вас попадает. Вы четко-четко прицелились, вы знаете, что сейчас попадете. И патрон туда-сюда, даже если это рядышком. А он-то попадает. Вах! То бишь, как бы вам сказать, ну, по чесноку-то в принципе это говно. Я играю просто ради прикола. А для того, чтобы вам это стало ясно, да, То бишь, вот я просто решил ради случая решить вариант следующий. То бишь, 20 боев, 20 боев, из них 53 на 53 я бы должен был бы хотя бы один бой здесь заработать. Ну, ни хрена не получается. Клево, да? Клево. Вот так вот делается у нас, это называется, штука под названием искусственный интеллект. Это даже не искусственный интеллект. Это идиотский искусственный интеллект с прописанными туда условиями такого характера. Что если человек хочет закончить, надо сделать так, чтобы он быстро не закончил. И абсолютно не нужна вам, ну, называется штука под названием среднее количество боев. Вы просто забыли. Тогда нахуй все это нужно, объясните мне. Нахуй это все нужно.